ребят всем привет как всегда радуюсь видеть всех на нашем канале вот сидим я на работе ну как видите в рабочей одежде вот Аня что то делает макароны варите шампиньоны пьем кофе а покажи ей пить кофе какой я с молоком вот я ребят тоже пью кофе обычный Аня вазоны себе докупила Аня покажи вазоны растения а я купила просто маленькие отростки а маленькие отростки это еще им надо расти расти вот такой финдроны кисдроны названия всякие это плетящийся это тоже плетящийся это другой называется спатифилиум ну кот согрыз смотрите мне пару листков согрыз вот здесь смотрите полу листка согрыз прям за вечер вот здесь сгрызал прям все вот этот новый я купила он такой на солнце надо стоять он такие белые полоски все делается они на всех листьях должны быть и они на назывurezке это у меня давно уже алоя спекулянт спекулянт а их они разные есть обычные там такие а это спекулянт и такой тоже вот мне это нам подарила когда мы покупали в женщине растение она нам этот подарил растение вот это подарила она нам отдала! мы ее брали вот этот покупали вот этот покупали, а вот этот тоже плетящийся, она нам тоже подарила, видите, такой вот с листьями, все названия еще не все поняли, потому что она мне их подавала, а я еще все их надо рассматривать, как все, этот, кто я знаю, эти знаю, там, а вот эти надо узнавать еще названия всех растений. Короче, уже почти целый сад, уже скоро они будут куда-то с балкона выходить, уже места не будет. Да, вот это растет, вот этот кактус такой, ну, видите, как парустки, он пошел, и новый листочек вылез, а этот что-то переломался сам, я его вот так под землей подложила, что-то он этот переломался немножко, как никто его не трогает. Короче, Аня тещется своими бозонами, да, Аня? По-моему, что-то понемногу дарится, она растет, ну, очень медленно прям растет, вот эти парустки, мы же, ее, ты мне на день рождения дарил еще в мае, я уже сколько времени прошла, она так, так медленно растет прям. Сейчас, ребята, Аня кушать доделает ребенку, и будем обрезать нашу мурочку. Что будем обрезать? Котки. Котки, Аня будет мурочку делать маникюр. Я взыграю, чтобы он не шкрабился, он же дерется все. Наша квартира съемная, надо аккуратно, а то даже жалко, если поцарапает все. Да, даже наш кот, видите, принимает маникюры, сейчас выйдет все, как они будут обрезать. Они что-то кушать готовят, грибочки, да? Шампиньоны малые пожарят, шампиньоны со сливками и макароны я творю. Да. У меня лук закончится, надо сюда лук взять. Я уже кушал, вот домашняя яичница, видите, ребят. Ребенок еще у нас не ел, сейчас посмотрим, где наша Вероника. Вероника, ты где? Здесь, помните. А? Здесь, помните. Вот, всем привет, Вероника показала. Ребята, как всегда, наш Мурчик. Мурчик, ты готов на это, как оно, на обрезание ногтей, на паникюр, маникюр? Мурчик, готов, да? Готов? Нет. Он сказал да. Нет. Он готов. Вероника, как всегда, ребят, видите, свои компьютеры, свои игрульки, макарульки. Вот Анины вербозоны, и здесь она уже обставила. Вот здесь большие. Раз, два, и вот ее третий вазон. Сегодня у нас на улице передают, что будет якобы град, сильный дождь, ливень. Сейчас посмотрим, что на улице. Ну, пока что... Как будто с южу сзади. Пока что вроде погода тихая, а пока что ничего нет. Пока что тишина. Потому что по прогнозу передавали прям уж сильный ливень, ветер. Ну, не знаю, посмотрим, будет, не будет ли плохая погода. Вот, ребята, Аня готовит нашего Мурчика до педикюра. Мурчик. Мурчик наш на педикюре. Может, специальные ножницы для его избегать. Вот на передних лапах у него ногти быстрее растут, когти. А вот именно на задних, они его медленно отрастают. Мам, смотри, кот даже ничего не сопротивляет. Конечно, потом главное не до обстричь, до самой мякоти. Есть вон чуть-чуть. Так, ну, ну, кодай мне ногтик свой, что ты сидишь и отжимаешь. Так, один есть. А вот на передних лапах намного быстрее, быстро растет. Ребят, вы пишите в комментариях, вы своему коту Мурчиком делаете, педикюре или не делаете. Есть такие заклепочки, которые одевают на когти, и кот можно не обстригать. Но мы обстригаем. Да? Да, есть такие видео в магазине, продаются одевать. Ну, куда я ему оденю, он их не поднимает. Мне кажется, лучше просто взять и обстригать. Два раза. Ну, где-то обстригаешь на две недели. Ну, ты кот даже не сопротивляет. Он иногда бывает откидывает лапку так, берет. Да я же им ничего не делаю, что ты уже двигаешься. Мурчик, ну что, что такие вредные у нас сегодня? Он лежит и балдеет только. Ну, конечно, кота райская жизнь. Педикюр, маникюр, вискосы. Да? Вискосы. Ну, что ты вредный? Что, все обстригала? Да, передние сегодня утром обстригала, задние думала. Вдверлапы твои передние доеда, да? Ну, что ты хулиган, малый? Хулиганье, ты маленькая. Растения мамы не любят пожирать. Да, ребят, кстати, растения он любит. Пока Аня не видит, то кот залазит на растения тихо и им не ведет. А я планирую на осень, чтобы мне кот не трогал мои растения, я планирую какую-то стойку купить, такая ровная, и с полком, и высокой. И тогда их только ставите наверх в лампу. И лампа им будет светить, но они будут высоко стоять, так, чтобы кот не запрыгнул. Повыше комода, потому что он запрыгивает. Если я куплю такой повыше, доски, либо что-то такое сделать, и все, и растения будут сохраняться. Потому что кот, видите, как он, когда мы спим, он тихонько залазит и начинает нюхаться, и давай грызь. Хоть мы ему ее на улицу выводим, он травку жует на улице, а все равно лезет до растений. Надо что-то придумывать. Вот, ребята, Аня, что-то вот жарит, обжаривает грибы. Шампиньоны, но уже мне давно лежат, они уже потемнили немножко, но я думаю, что еще и можно приготовить что-то, чтобы не выкидывать, чтобы более-менее нормально, чтобы не сильно высохли. Кто еще не подписан, не забывайте подписываться на канал. Также, кто не знает, у Ани есть свой кухонный канал, который называется «На кухне с Анютой». Тоже заходите, подписывайтесь, там у нее чисто канал «Готовка», чисто, ну, где она готовит и показывает все блюда. Все очень будет интересно, там уже около 80 с чем-то блюд, да, Аня? Ну, я уже 4 дней не смотрелась. Каждый через день готовишь уже, даже не понимаешь, сколько там уже блюд, ну, еще не знаю. Да, это у нас просто семейный канал, где мы показываем свою жизнь. Готовишь разные еду, то, что кушаем, через день, все новое. Аня, ты мне еще за мухоморы. Это вот, они потемнели немного, шампиньоны, но ничего страшного, оно сейчас пережаривается. Что-то я, ребята, очкую. Это что, шампиньоны. Что, Аня с утра решила накормить меня грибами, что-то здесь не чистое. Чистое, чистое. Что-то здесь не чистое. Пишите комментарии, чистое или не чистое, если жена с утра решила мужа накормить грибами. И так сразу прям, еще я не просил, она уже жарит мне грибы, представляете? Ты уже поел давно, уже час назад уже ему яйца жарила. Восемь часов ты кушал, а это сейчас уже девять будет. Пока приготовить, уже было девять. Ребята, это точно какое-то шаманство. С утра грибы, плюс зелень какую-то она мне добавляет. Это укроп домашний, который он покупал. Я его так вот измочу немножко. Соус мне уже пришли. Я что-то, я что-то ребятам вообще не доверяю. Вы сами подумаете, с утра грибы, хоть я их не заказывал, зелень. Это вообще не тебе готовить, а ребенок кушать. Я не понял, а я? Ты же, Олеша, не будешь шампиньоны, макароны шампиньонами. Вот такой у меня соус. Видите, еще оно булькает даже там. Не правильно. Все оно там булькает. То есть булькает, булькает. Оно варится, как-то думал. Да. Ему надо немножко по-какей, потониться. Я не знаю, что это за выдают, это за бурда? Бурда у тебя там. А? У меня здесь еда, они продают. Не знаю, ребят, что это за бурда, но я что-то переживаю есть. Хотя все вкусно у нее получается. Вы сами видели на канале готовки. Здесь я что-то переживаю очень. Ну, булькает, булькает. Ты подиваешь, мультики булькает. Это ведьма готовит какая-то, да? Да, да. Ты же мультика пересмотрелся, что ли? Я мультика пересмотрелся, там этот готовлю. Все трещит, все пищит. Я лучше каву попью. Кофе? Ну, кофе какая-то разница. Капа это на украинском, а кофе это на русском. Я лучше попью кофе. Я что-то сомневаюсь, что-то там в бурде. Вероника, кушать пошли. Садись, что ты. Садись, Ваше Величество. Короче, Вероника, мама нам какие-то грибы отварные сделала с мухоморами. Поэтому я буду испытывать сначала на тебе. Ты будешь первая кушать. Макароны чемпионы. Как? Макароны чемпионы. Не знаю, я что-то переживаю. Мам, накидывай дочки. Так что тебе много макаронок или так, в среднем? Апетит сильный или слабый? Сильный. Наш больше. Сильный или слабый, это как? Очень. Если сильный аппетит, то нас надо побольше ложить. Подливка, это с подливкой, подливка, знаешь, какая она? Какая? Это помидорная. А, сейчас еще помидорку я возьму, да, на эту? Подливка из помидора. Сосиску ложи тоже или сосиски? И сосиски. Так, сейчас отдельно. У вас целый крутой завтрак, как королевский завтрак. Зелень, а у вас зелень здесь не хочешь. У вас прям как королевский завтрак, сосиски. Так, ну, Ляечка, как тебе, мое блюдо? А, ничего. Да лицо надо же не нужно. Не, ну как, на вкус? Вкусно. Вкусно? Угу. Что ставишь, лайк или дешевайк? Вероника нас не очень любит. Лайк? Угу. Мама, ладно, если Вероника ставит лайк, это у тебя вышло не бурда, вышло вкусное блюдо. Мам, ты тоже будешь кушать? Конечно. Вы еще все голодные за ночь, поставали. Ты уже ела, но еще только этот, а я себе вот так тоже поливаю. Я себе обязательно посыпаю так зеленью. Лайк, у нас зелень не любит, но я люблю зелень, поэтому я себе так посыпаю зеленью. Еще что-то мне очень нравится кинзабр, я могу его просто вот так есть. Так, сосиску тебе, Вероник, порезать на кусочки так вот? Да. Так, у нас с утра, ребят, проходит утренний завтрак. Правильно, Аль, завтрак это утром, а ужин вечером, правильно? Ну да, это завтрак, а пето, а потом ужин. Приятный аппетит. Это, ребят, не хочу есть, я уже, пока они спали, я еще 8 утра поел. Они... Не спали, Аня, тебе яичницу жарила, спали. Вот, покажи помидоры. О, помидоры, покажи, как у нас покраснели. Это вон, покажи, нет, это я уже день взяла. Вот, ребята, кстати, да, помидоры мы брали зелеными, потому что, как видите, если вы видели в деревне, они все были зелеными. Вот теперь уже раз, два, три, вот четвертая Аня забрала, а два съела, уже покраснели. Или, короче, еще три зеленых осталось, видите, как зеленые, можно набрать зеленые, а они будут сами красные. Да, надо накрывать их. Накрывать, и они, вот видите, вот какие хорошие, вот, все, покраснело, но, видишь, как. Да, все, ну как, можно еще дождаться, он будет прям красный, это еще желтый. Да, ну, мы хотим, он нам такой вот. Нам и такой, да, нравится. Ну, безусловно, я только чуть-чуть, соответствую. Давай соли еще, соли. Неа. Посоли. Да, давай соли, Вероника, чтобы жизнь сладкой не казалась. Немножечко, мама, посоли, давай. Нифига себе, дочка, у тебя целый, это, целый стол. Немножечко посоли, она будет. Как принцесса ешь прям. Правильно тебе? Мне кажется, когда вкусно, что не поесть. Вкусно кушать одно удовольствие, с плячком. А у меня такой. Так что, ребята, хотите узнать рецепт этих макарон, заходите на Анин кулинарный канал, на кухне с Анютой, и там этот рецепт ею. Ты не будешь его? Как это называется? Макароны шампиньоны. Ты не будешь? Или спагетти шампиньоны. А, да, спагетти, наверное, шампиньоны. Не, но у меня были спагетти, но можно любые макарошки брать. Хочешь спагетти, у меня сейчас такие брала. Вот, ребята, сделали вам такое утреннее видео. Возоны Аня свои показала. Растения. Коту Мурчику маникюр сделала. Всех кушать приготовила, накормила. Мы надеемся, вам понравилось это видео. Поэтому не забываем подписываться. Ставьте лайки, комментарии. И всем приятного аппетита, кто кушает. И, как всегда, до новых встреч. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока.